друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие обсудим последние сводки с полей что же происходит ой друзья мои что делается что делается собственно у нас тут вообще страсти страсти мордасти кипят да и собственно виной этому не только мы ну так скажем вообще не мы уралка уралка с сарафаном как всегда да как всегда наделали дел и вкус ты друзья мои это собственно в их репертуаре ну что ж как говорится начнем по порядку но во первых огромное спасибо елене моей зрительнице которая написала написала сегодня друзья мои вот буквально совсем недавно с комментарий следующего содержания галина а ведь нас уже 28 тысяч команда наша растет и в этом полностью твоя заслуга твой искрометный юмор сарказм приятный голос грамотная речь не могут не привлекать успехов росту каналу а мы всегда рядом ура друзья мои хочу сказать вам огромное спасибо огромное спасибо тем людям которые всегда в меня верят которые всегда рядом со мной которые могут любую ситуацию как говорится да повернуть так скажем да помочь мне там подсказать что-то где-то как-то там прокомментировать написать какие-то приятные хорошие добрые теплые слова это очень важно огромное вам спасибо если честно я даже не видела видела что там было где-то 27 900 да и особо когда туда не вглядывалась но только если захожу когда в творческую студию посмотреть но спасибо в любом случае 28 тысяч а да хорошая цифра я бы сказала такая приятная цифра огромное спасибо но я считаю что это конечно же моя заслуга но и естественно это заслуга моих зрителей это заслуга тех людей которые рядом со мной вне зависимости от того на кого я делаю обзоры мне очень приятно видеть моих зрителей да на разных обзорах да плюс мои зрители со мной вне зависимости от того какую точку зрения я высказываю да несмотря на то что порой наши мнения низко не сходятся это тоже нормально когда люди умеют принимать иную точку зрения огромное вам спасибо за то что вы рядом со мной за то что у нас такая хорошая дружная команда и мы всегда стараемся как-то вот я не знаю вот даже даже заходить честно в комментарии приятно я читаю вот сегодня зашла вот в этот свой обзор под названием едет отдыхать на море ребят мне очень было смешно весело читать комментарии честно спасибо еще раз огромное моим зрителям за поддержку да друзья мои всех целую ну что ж а мы с вами собственно переходим ребят вот уралка с сарафаном как всегда вот правильно я сказала ребята не знаете наделали дел и в кусты да заинтриговали ой мы куда-то поедем а выйти посидите и гадайте ага ну собственно да все равно как говорится подкинули дровишек в костер и так или иначе понятное дело люди начинают писать и высказывать свои предположения а куда же может поехать данная парочка ребят я там устала уже писать в комментариях что я про питер не говорила нет я сказала говорю что вот мне писали про питер в комментариях я говорю но я в питер не верю то что они поедут в питер я не верю по той простой причине потому что так скажем прогулки по питеру для того чтобы гулять по питеру опять же нужно здоровье, да, и хорошая физическая форма, ну, по крайней мере, не такая, как у Уралочки, что ей там делать, ну, приедут, но заселятся они в какой-нибудь отель, да, как бы, друзья мои, и дальше, что и что она будет сидеть, дневать и ночевать в этом отеле, нет, ну, вот как-то, я знаете, опять же, да, ну, опять же, сколько людей, столько мне, непонятное дело, в любом случае, завтра будет мукбанг, завтра мы все узнаем, но мы смеялись по поводу моря с моими зрителями, мы просто оборжались, по поводу пляжа, кто-то написал, что надо ей выходить, выходить на пляж в плотном парео, тщательно прикрывая, значит, собственно, себя, дабы не смущать окружающих, друзья мои, всяко, как говорится, бывает, что делать, как говорится, кому сейчас легко, хотя, вы знаете, я смотрю, что последнее время Уралкина хомячье начинает активно нас обвинять в том, что Уралка такая большая, я что-то не поняла, это разве мы с моими зрителями, писали и кричали, кушай, Олечка, кушай, никого не слушай, нет, мы такого не говорили, мы, наоборот, ей давали советы, и вот мне даже часто мои зрители пишут, да, Иришка по Эглии сегодня писала по этому поводу, и другие мои зрительницы пишут, что, Галь, так и так ты ей столько давала хороших, полезных советов, да, а ей абсолютно плевать, я согласна, и я, и мои зрители, мы давали ей хорошие, стоящие советы относительно того, как вообще можно взять себя в руки хотя бы для начала, да, и вот попытаться продержаться хотя бы какое-то время, но нет, друзья мои, кричали, кушай, Олечка, кушай, ты же такая красотка, никого не слушай, ее хомяки, а теперь, оказывается, мы виноваты в том, что у нее проблемы со здоровьем, как интересно, то есть, одна жрет, а виноваты, опять же, хейтеры, замечательно, пишут мои зрители, девочки, скоро увидим Уралку на пляжу, да, на пляжу, готовим валерьянку или слабонервно мне смотреть, закрывайте глаза, ребят, это я вспомнила, знаете, прикол, который был в реальной жизни, помню я, когда, значит, это гостила, как раз-таки на Украине у своей тети, да, у меня на Восточной Украине, значит, живет тетя, там вот сестры мои, вот, и самое интересное было прикол, ну, была там бабушка, дедушка, да, как бы, но их уже нет, вот, и, значит, тоже мы там с сеструхой садились смотреть какой-то фильм, и вот там, значит, доходила какая-то сцена, доходил момент до какой-нибудь там, ну, типа, там, знаете, постельная сцена, может, не совсем постельная, может быть, там, просто поцелуй какой-то был между мужчиной и женщиной, и вот нам с сеструхой уже там по 14, по 15 лет, и тетя нам сидела и закрывала глаза, ну, это вообще, мы, мы ей, конечно, высказывали по этому поводу, что, типа, что мы такие маленькие, что нам глаза закрывали, это вот, вот, как раз-таки из этой серии, да, закрывайте глаза. Далее, друзья мои, пишут, неужели на моря океаны собрались? Караул, спасайся, кто может, да, поздняк, как говорится, метаться, когда там будет Уралка вместе с Сарафаном. Далее, друзья мои, далее, прибежала, значит, под мой предыдущий комментарий Уралкин очередной хомяк прибежал, принесся, тоже ее зовут Ольга, ну, вот, знаете, не та ли самая, да, как говорится, вот, и пишет, пишет, друзья мои, господи, куда мир катится, если Земля носит подобных обзорщиков? Ну, это про меня, друзья мои, представляете? Как ваша семья и друзья с вами общаются? Задает она, видимо, мне этот вопрос. Прекрасно, меня очень любят и обожают. Я бы, честно, с подобным человечком даже рядом стоять не стала. Если только вас окружают подобные нелюди, а инвалидом стать может каждый. Представляете, друзья мои, то есть нас с вами обвинили в том, что, знаете, инвалидом может стать каждый, да, я бы с вами стоять не стала. А я скажу известные фразы, да, я бы с такими, как ты, как Уралка, как Сарафан и как ваша вся вот эта вот шатия братья, неуважаемая мной, я бы с вами на одно поле срать не села. Я это прекрасно понимаю, да, потому что, действительно, у вас ни чести, ни достоинства, у вас ни родина, ни флага, у вас вообще ничего святого нет. Вы можете поддерживать людей, которые могут себе позволить зиговать в новогоднюю ночь, да, когда идут, бьют куранты. Вы можете себе позволить, тетюшка Олюшка, написавшая данный комментарий, да, уж не знаю, сколько тебе лет, и имеешь ли ты какое-то действительно отношение к Уралке, но вы можете себе позволить хавать тогда, когда он оскорбляет славянских женщин и говорит, что будет отплясывать на их костях, да. Вы можете позволить ему опять же факи кидать, посылать на три буквы, да. Уралке позволяете кричать, сдохните все, ну, замечательно, молодцы. Собственно, какой поп, таков и приход, да, с вами все ясно. И когда мои девочки написали, значит, ей комментарии, вот это, значит, ненормальное, Уралкин хомяк начал защищаться и пишет, а я героев из них не делаю, просто осуждать и оскорблять любых людей, это низко и глупо, тем более они нас не трогают от слова совсем, но вам этого не понять. Так, а теперь еще раз для дебилов. Как это, кого это вас? Если вашу персону не трогают, то про славянских женщин сказали абсолютно точно и открыто. Сдохните всем, сказали нам, да. Пошли вы на три веселые буквы, сказали нам, про славянских женщин сказали нам. Если тебя, дорогуша, никто не трогал, это вовсе не означает, что все остальные должны держать рот на замок. Вот если к тебе это не относится и ты не относишься к славянским женщинам, да, значит, сиди, как говорится, рот закрой и, собственно, не жужжи. А уж как нам ответить, мы знаем прекрасно сами. Это раз. Во-вторых, когда ты пишешь, просто осуждать и оскорблять это низко. Так вот, начни с себя, дорогуша. Ты пришла на мой канал и начала меня осуждать. Меня, человека, который тебе, лично тебе вообще ничего плохого не сделал. И правильно написала Юлия ответ на вот этот вот глупый комментарий вот этой хомячки-уралки. Как это не трогают? А вы думаете, на пустом месте к ним такое отношение? Уралка там стольким людям гадостей писала в ранних видео и пожеланий сдохнуть. Кстати, пожеланий сдохнуть она не писала. Она говорила это в январе месяце, друзья мои. На стримах оскорбляла, да, и она оскорбляла, и он оскорблял еще. И желали сдохнуть и так далее. Поэтому, собственно, с нас, как говорится, взятки гладкие. Уж каков, да, как они сами себя ведут, такое к ним и отношение. Я всегда говорю, уважение – это вещь должна быть взаимная, да. То есть, если вы уважаете человека, если вот ко мне уважительно кто-то относится и приходит на мой канал с уважением, да, даже вот прибегал вот этот вот тузик, он мне ничего плохого не писал. Я понятия не имею, кто этот тузик, да, но я ни одного плохого слова ему не написала. Зачем человек мне ни одного плохого слова не написал? Какая мне разница, что он там строчил хвалебные оды уралочки? Вот ничего плохого не написал? Я тоже в ответ только смеялась, шутила, стебалась, но ничего плохого не писала. Зачем? Ну, если человек приходит с каким-то говном, то, понятное дело, мы его, собственно, тем же самым здесь и встречаем. Это все абсолютно нормально. И если ты не уважаешь людей, то, сарафан, тебя тоже никто уважать не будет, да. Вот это вот опоздравление с Днем России вообще меня просто сразило, просто наповал. В очередной раз он показал, насколько он ненавидит все это. Это нечто. Далее. Далее, друзья мои, пишут у меня в комментариях, малышка великовозрастная, про уралочку, да, действительно, малыха, малоешка красопетовна, малыха, прям вот такая вот действительно малыха, наша Олечка, наша девочка, наша фефочка, да. Ну, значит, пишут комментарии, машина восемнадцатого года, конфискована за долги, номер пьется в интернете. Ребят, это и что? Ну, как бы, спасибо за информацию, но что я хочу сказать, ничего в этом страшного нет, ну и что? Ну, никто-то не рассчитал своих возможностей, да, машину конфисковали за долги, банк, да, вот все конфисковали за долги машину, проблем никаких. Потом идет торг, да, и, собственно, вот из салона красоты, салона красоты, из салона, из автосалона, они купили данную машину, которая уже была, естественно, как я правильно и сказала, у собственника, у другого хозяина, да, который не смог за нее выплатить кредит. Сарафанта, суралка, ее приобрели за свои кровно заработанные деньги, то есть, как бы, им-то какая разница, конфискована она была у кого-то или не конфискована, да, то, что конфискует, так скажем, да, по той или иной причине, или по причине того, что, допустим, человек не справился, да, с каким-то там кредитом. Такое бывает, такое, я бы сказала, даже очень часто, одно время было очень часто, и, понятное дело, эти машины, потом точно так же продают, да, собственно, выставляют на торги, продают, и ничего в этом страшного нет, и то, что уралка с сарафаном купили, так это их машина, какие проблемы, они же деньги за нее заплатили, то есть она-то у них нормальная, в нормальном состоянии, но то, что у нее был хозяин, я же сразу сказала. Далее, друзья мои, они явно собирались спонтанно, пишут, я думаю, что собрались на природу, а у брата, скорее всего, взяли палатку, если это так, то будем слушать нытье про дубак, у нас на Урале уже несколько дней, несколько ночей холодно, так что уши мерзнут, это написала мне моя зрительница Лека, Лека, ты знаешь, я когда как-то сказала пару или тройку месяцев назад про палатку, меня, мои зрительницы, девочки, мне они написали, Галя, что ты несешь, ну, они не так, конечно, сказали, да, у нас уважительно все друг к другу относятся на канале, так вот, о чем я и говорю, что у нас прекрасные просто зрители мои, мне написали, Галя, ты хоть думай, как она в эту палатку, во-первых, влезет, я говорю, ну, послушайте, палатки бывают разные, на что мне девочки сказали, Галя, то что, а как она оттуда ляжет, во-первых, а как ее будут поднимать, да, из этой палатки, собственно, когда ей нужно будет просыпаться или вставать в туалет, но это да, друзья мои, я вот согласна, что палатка-то ей явно, нет, если они едут куда-то, то они едут, скорее всего, в какие-то нормальные условия, да, возможно, кто-то пишет, что, возможно, это база отдыха, потому что, мол, типа у нас баз отдыха, там всяких разных, да, полно, и баз отдыха, и всякие там разные там дома, да, гостевые и так далее, ребят, понятное дело, их везде полно, их у нас полным полно, но в любом случае море тоже никто как бы не отменял, да, опять же, опять же, ребят, сколько людей, столько и мнений, кто, кто там прав, кто не прав, мы с вами узнаем завтра, да, в любом случае на завтрашнем мукбанге мы уже точно будем знать, куда они там отправились, значит, кто-то пишет, кто собирается на отдых, тот жрачку не покупает, едут люди и отдыхают, а эти, типа, поустроили интригу, неинтересно, говно, контент. Друзья мои, вы знаете, если люди едут длительное время на машине, да, то есть, если им ехать на машине, допустим, там, двое суток, да, или там, или трое суток, там, или даже сутки или более суток, они с собой все равно что-то берут, а даже люди останавливаются, да, все равно, как ни крути, останавливаются с ночевкой, в придорожных мотелях, да, это все понятно, но в любом случае люди с собой берут что-то обязательно на перекус, да, плюс там берут термос, да, с чаем, термос, кофе и так далее. Понятное дело, что есть, есть, конечно же, да, все вот эти вот стоянки, плюс платная трасса сейчас очень прекрасно, несешься моментом, да, и ты уже рядом, но в любом случае, чтобы всегда это все было, особенно если это какое-то дальнее расстояние. Но мои зрители пишут, Галя, скорее всего, дальнее расстояние она не выдержит, потому что у нее, типа, больные ноги, ребят, не знаю, понятия не имею, в общем, посмотрим завтра, что будет завтра, но вы знаете, что-то, наверное, будет, потому что сарафан прямо просто был настолько счастливый, это что-то с чем-то, и я вот, кстати, согласна, я же в своем обзоре сказала, что я очень, я не верю в то, что они едут в Питер, это я сказала в своем обзоре раз, и во-вторых, я сказала в своем обзоре, что я не верю в то, что они едут куда-то на рыбалку, потому что, ну, это не отдых для Уралки. Они бы так не собирались, да, нафига им столько жрачки, если они едут тупо на рыбалку. Мои зрители дополнили меня и сказали, Галь, какая рыбалка? Сарафан боится глаз рыбы, да, помните? Она на меня смотрит, я ее боюсь. Ну, что я могу сказать? Пусть Сарафан закроет глаза либо рыбе, либо себе. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Собственно, обсудили просто какие-то смешные, веселые моменты. Не хочется никого ничем грузить, не хочется вот этот негатив читать, да, который без конца сыпется на меня, как на обзорщика со всех сторон. Там, значит, защитники Уралки, там защитники Поберухи, там защитники Колес, там защитники, значит, пиратки, да, и вот эти вот все вот, значит, на меня, да. Не хочу я это даже читать близко, мне это, собственно, не интересно. Вот просто хотелось немножко поднять себе и поднять вам настроение. Что будет дальше, как говорится, время в любом случае покажет, что тогда обязательно будет. Так что, короче, друзья мои, опять делаем ставки. Куда же отправится эта троица, да, троица прямо, в общем, да. И еще, знаете, мне что стало интересно, вот брательник отправляется в июле месяце, когда они сказали, да, брательник Сарафаноса отправляется в Таджикистан в июле месяце. А в таком случае тоже, я так понимаю, что и этого, Абдугани с собой, что ли, он туда возьмет, тоже Абдугани. И тогда в июле полетит, или когда он полетит. Короче, я так и не поняла. Но это ладно, друзья мои, по поводу того, что, опять же, задают мне вопросы. А на кого, собственно, дачу оставят, ребят. Ну, я сказала об этом в предыдущем обзоре, что могут оставить на эту соседку, тетю Наташу, что и просто так костюмы, да, от Василька, от Тики-Текста вот эти вот все присылались, да, плюс еще там, еще там что-то, в общем, оставят, договорятся, как говорится, понятное дело, что это не проблема, и все это прекрасно понимают, всегда можно договориться. Вот, собственно, вот. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok